В конце 50-х годов и в начале 60-х снова возрос интерес к классическим ужастикам. Всё это благодаря двум вещам. Во-первых, это запуск на местных телеканалах пакета фильмов под названием «Шоковый театр». А во-вторых, это совпало с появлением в 58-м году журнала «Знаменитые киномонстры». Мне было 12, и вокруг меня постоянно тусили мелкие пацаны. Мы собирались вместе, и до дыр засматривали страницы знаменитых киномонстров. Это было потрясающе. Большое счастье увидеть этот журнал. И потом, конечно, я пытался воплотить этих монстров в жизнь. Делал чудовища из ребят, с которыми мы смотрели журнал. Это было очень весело, до тех пор, пока им не надо было возвращаться домой. В кровище, с перерезанным горлом и обгоревшими волосами. Конечно, не по-настоящему, это был макияж. А у их родителей был только один вопрос «Кто это сделал? Зови ним, больше ты с ним не играешь». Да, Том, он был немного шебутным ребёнком. Очень шумный. Всегда рисовался. Он уже тогда был артистом. На улице было много детей, и он развлекал их. Это его любимое дело. Ну, или что-то навроде того. Я был как главарь банды. Как, знаешь, крутой парень-монстр по соседству. Я чистил обувь на улице, был единственным на районе белым чистильщиком обуви. Покупал маски, макияж. Я до сих пор коллекционирую маски. Со всего мира. Так, в основном, проходило моё детство. Когда мне было 14, в город приехал фокусник, доктор Силкини. В афише в местной газете было написано «Оживление Франкенштейна», «Человек-волк», «Дракула». Так что, конечно, я со всех ног ломанулся на шоу. А Франкенштейн оказался просто парнем в маске, который выжил после того, как фокусник сделал несколько магических действий. «Человек-волк» был тоже парнем в маске, а «Дракула» так вообще выглядел как мелкий шкет. Какой-то кротышка моего роста и моего возраста стоял там, знаешь ли, скучающий в плаще на сцене. И это был «Дракула». На роль «Дракула» они взяли обычного парня из зала, и я решил, что в следующий раз они должны взять меня. И я придумал, как их в этом убедить. К тому времени у меня уже были клыки, у меня был плащ, грим, ведь я был в «Дракуле» в своём районе. Так что я как следует подготовился. Но кое-что пошло не по плану. Стою я, значит, за кулисами, закутавшись в плащ, и с клыками на пол лица. И наблюдаю за зрителями и за представлением. И жду подходящего момента. И вот оно, наступает номер с «Дракулой». Я метнулся в первый ряд в плаще с клыками. И вы бы видели, как дети вопили от ужаса. Я их напугал. Это был первый раз, когда я реально напугал аудиторию. И организаторы шоу обратили на это внимание. Так что больше они не выбирали ребёнка из зала. Я стал частью их трупы. Таким было моё детство. В 14 я получил свою первую работу. Они платили мне шоколадом, молочными коктейлями и настоящими долларами за роль Дракулы в их передвижном шоу. Следите за озвучкой фильма «Дым и зеркала. История Тома Савини» на моей странице ВКонтакте Макс Шелленберг.